Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать все, что не успеет. Привет, ребята! Сегодня Саша Веремейко и Маша Стропко расскажут вам о замечательной Риге. Интересно? Тогда идемте со мной. Вот, а эту книгу мне мама с папой купили на прошлой неделе. Ну как, прочитала ты ее? Ну конечно, она оказалась очень интересной. Может, ты хочешь ее прочитать? Ну а что ты будешь читать? Как что, новую книгу? Мы сегодня с мамой ее закажем по интернету. Привет, девочки! Привет, Наташа! Привет, мои хорошие! Я смотрю, у вас книги такие интересные. О чем вы тут разговариваете? Наташа, а ты знала, что наша Саша книги коллекционирует? Ого, какая молодец! Саша, умница! А ты только коллекционируешь? Нет, конечно. Сначала я их читаю, а потом уже коллекцию. Так, а потом уже в коллекцию, да, добавляешь? И много у тебя уже книг в коллекции? Думаю, что их штук 200. Ух ты, какая молодец! Остановишься на достигнутом или нет? Или дальше пойдешь коллекционировать? Дальше. Дальше? Ой, какая ты молодец! Саша, а ты знаешь, у тебя когда-нибудь будет своя собственная библиотека, и можно я к тебе буду приходить? Да хоть приплывать! Девочки, кстати, вы знаете, что в Риге так и делают. Приплывают в библиотеку. А так возможно? Конечно же, возможно! Предлагаю прямо сегодня совершить путешествие в Ригу и узнать, как же такое возможно, да, приплыть в библиотеку. Но для начала давайте Ригу найдем на глобусе. Ну-ка, Сашка, попробуй найди. Вот она. Вот она, нашли? Отлично! Посмотри, Маш, вот здесь находится Рига. Так, Рига находится рядом с Белоруссией, да? Рига – это столица какой страны? Рига – это столица Латвии. А Латвия находится рядышком с нашей Белоруссией. Это наша соседка. Наташа, а Рига – старый город? Ну, как сказать. Давайте вспомним, сколько лет нашему любимому Бресту? Тысячи. Тысячи, конечно же! Девочки, как вы думаете, сколько лет Риге? Саш? Пятьсот. Так, Маша, а ты как думаешь, больше? Восемьсот. Отлично, Машенька, ты угадала. Риге восемьсот лет. Привет. Самое интересное то, что в Риге больше туристов, чем местные жители. Представляете, девочки? Очень много туристов. А вы были в Риге? Да. А ты была, Саша, да? Путешествовала? А я не была. А ты, Маша, не была ни разу. Я тоже не была, хотя очень хочу совершить туда путешествие. Наташа, а надо знать языки? Вы знаете, девочки, языки надо знать, да? Ведь путешествие – это такое нелегкое дело, да? Много стран, много языков. Но вот в Риге вы будете чувствовать себя абсолютно свободно, потому что там местные жители в основном разговаривают на русском языке. Поэтому мы вроде как и совершаем путешествие, да? Но можем спокойно общаться с местными жителями на нашем, на русском языке, да? Угу. Девочки, вы знаете, чем мне нравится Рига? Чем? Чем? Мне нравится она своей компактностью. Вот я наблюдаю, смотрю по фотографиям, да, по историям путешественников, и они говорят все о том, что Ригу можно обойти за один день. Причем обойти пешком. Либо можно, например, попутешествовать на велосипеде. Это же тоже интересное занятие, правда? Да. А очень часто экскурсии проводят прямо с палубы корабля. Слышали о таком, нет? Нет. Нет. Давайте поговорим об этом. Посмотрите. Дело в том, что в Латвии есть очень крупная река Даугава. Скажите, Даугава. Даугава. Вот на этой большой реке, ребята, посмотрите, какая она красивая. И ходят различные суда. Красивая, правда? Да. Очень красивая река, как и сам город. Да, очень красивая. Представляете, какой он старинный? Сколько там красивых мест. А из корабля можно разглядеть? Конечно же. Ничто не ускользнет от вашего взгляда. Там очень много достопримечательностей. Например, не вставая с места, можно увидеть Замок Света. А что это такое? Замок Света – это Латвийская национальная библиотека. Ребята, посмотрите, какая красивая библиотека. Она удивительна тем, что в ней хранится более 4 миллионов книг. Такая огромная и еще треугольная. Да. А наша белорусская как шарик. Да. Круглая. Круглая, совершенно верно, Машенька. Девочки, вы знаете, что книги – это наш свет, да? Надо беречь книги и хранить. Кстати, вы знали, что в Риге есть музей солнца? Ого. Хотите, покажу, как он выглядит? Да. Ребята, посмотрите, вот так выглядит музей солнца. Ой, а что там выставляют? Это же солнышки? Да, Сашенька, это солнышки. Одна замечательная женщина по имени Ивета. Скажите, Ивета. Ивета. Это очень интересное имя, правда? Десять лет перевозила из разных стран солнышки, да? Вот символы солнца. Они бывают абсолютно разные, посмотрите. И такие, и такие. Да? А уже позже ей некуда было вешать, да, эти солнышки. И она решила создать что? Музей солнца. Наташа, а почему там некуда ли солнце черные? О, это детективная история. Ее могут разгадать только Шерлок Холмс и доктор Ватсон. А где же их взять? Как это где? За дверью одного из домов, посмотрите. Вот это улица, где снимался фильм. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Узнали кадры из фильма? Да. Но это, девочки, не единственный дом такой, знаменитый в Риге, да? Еще есть Кошкин дом. Интересное название само по себе, да? Да. Кошкин дом. Как вы думаете, почему он так называется, Маша? Потому что это, наверное, Кошкин дом из мультика. Так, из мультика. А ты как думаешь, Саша, что там происходит? Может, из сказки. Так, может, из сказки. Давайте я вам расскажу. Однажды дом принадлежал одному богатому человеку, да? И его вот не брали в гильдию торговцев. Вот они объединялись вместе, да? И его не взяли туда. Тогда он на верхушке своего дома посадил двух кошечек и отвернул их от гильдии, да? От этого второго дома. Обиделся на них. Те его друзья посмотрели и решили его, что, как вы думаете, взять к себе? Да, взять к себе, да? Да. И потом уже дом стали называть Кошкин дом. Представляете? Хотя он совершенно не похож на Кошкин. Ребята, посмотрите, какой огромный дом. Наташа, а коты это символ Риги? Нет, девочки, коты не символ Риги. Символ Риги это петух. Посмотрите, его можно встретить практически на каждом домике. А точнее, на крыше домика. Посмотрите, какая красота. Очень необычное украшение, правда? Да. Такое редко где можешь увидеть. Наташа, а этих петухов можно потрогать? Они же на крыше. Конечно же можно. Только это можно сделать, когда мы подойдем к другой скульптуре. Посмотрите, ребята, ну-ка вы сразу узнаете, из какого мультфильма эта скульптура? Это значит из бременских музыкантов. Конечно же, посмотрите. Кто у нас стоит внизу? Осел. Так, потом кто у нас стоит? Собака. Собака, потом. Кот. Так, и в конце кто? Петух. Ух, и вот в Риге считают местные жители, ну и туристы в том числе, что если потереть носик этим животным, и петуху в том числе, то исполнится самое заветное желание. Видите, какие протертые уже у них носики? Посмотрите. Да, да. Видели, да, какие протерты? Они сами коричневого цвета, носики уже рыженькие такие, да? Вот почему у них блестят. Да, за это мне и нравится Рига. Девочки, в Риге очень любят сказки, а мы с вами любим сказки. Да. Конечно же. И поэтому прямо сейчас я предлагаю все вместе посмотреть что? Мультфильм. Мультфильм – это та же сказка, да? На ночь это всегда очень приятно. Вам, ребята, хорошего просмотра. Пока-пока. Умный свет крадет у тьмы владенья, безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время сделать все, что не успею. Субтитры создавал DimaTorzok